В эфире телеканал АПС информационная программа Панорама Севера в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Объединить усилия по продвижению проекта реконструкции Архангельского театра «Кукол». Об этом договорились члены консультативного совета по взаимодействию с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и областным собранием депутатов, созданного при губернаторе региона. Об этом на встрече в редакции «Правды Севера» рассказал сенатор от Архангельской области Константин Добрынин. Напомним, решить вопрос по финансированию реконструкции кукольного театра поручил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Сейчас сенаторы, которые представляют регион в Совете Федерации, готовят пакет документов для правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Это позволит ускорить выделение средств на реконструкцию здания театра. В Архангельске за круглым столом Народного фронта «За Россию» сегодня говорили о современных молодежных ценностях и пытались понять, чего не хватает для формирования четких социальных ориентиров поколения «Некст». Инициатором встречи стала депутат Государственной Думы России Елена Вторыгина. Четверть населения Архангельской области – это молодежь, более 283 тысяч человек. Потому какие ценности они разделяют, чего хотят и о чем мечтают, вопросы не праздные. По морской столице нравственному образованию подрастающего поколения неизменно повышенное внимание. Речь, к слову, и о трудовом воспитании. Да, подросток имеет право работать с 14 лет, но как это оформить, как это сделать, где найти средства для того, чтобы ребенок смог получить заработную плату. Есть центр занятости, который готов поддержать это, но готовы ли работодатели. Школа готова стать работодателем, но как это сделать, как это оформить, чтобы не нарушать закон. Поэтому вот это надо обсуждать, здесь нужна нам поддержка наших законодателей. Трудоустройство подростков – не единственная проблема, о которой говорили за круглым столом. Так очевидно, система патриотического воспитания нуждается в педагогических кадрах. Развиваться должна и внешкольная система образования. И здесь, например, по морской столице есть чем гордиться и есть, что предложить – опыт кадетского движения, поисковых отрядов и военно-патриотических объединений. У нас сейчас формируется концепция дополнительного образования, российская концепция. Я бы хотела, чтобы ряд проектов, и это мы будем делать вместе с региональной властью, городской властью, чтобы ряд проектов вошли в эту федеральную концепцию наших проектов. Вот на моем уровне законодательно нам нужен закон о молодежи. У нас его нет до сих пор. Вот стыду к нашему его нет. Он уже разработан, значит, лежит. Есть федеральная, да, готовит. Но вот пока не принимает. Социализация подростков и приоритеты национальной стратегии образования станут одной из главных тем Всероссийского форума Народного фронта в Москве в октябре этого года. Пройдет он при участии президента страны и станет площадкой дискуссий о ценностных ориентирах сегодняшних детей, завтрашних граждан России. Елена Матвеева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Материнский капитал как решение квартирного вопроса. Практика показывает, что в Архангельской области государственный сертификат чаще всего используют именно на улучшение жилищных условий. Так поступила и семья Филиных. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Кухня – место, где каждый вечер семья Филиных обязательно собирается в полном составе. Имена всех ее членов начинаются с буквы «Е». Евгений, старший и младший, Елена и маленькая Есения. Вот такое единение в отдельно взятой двухкомнатной квартире. Супруги решились на ее покупку после рождения второго ребенка. Мы планировали, естественно, но не так рано, как получилось. То есть гораздо позже. Потому что с одним ребенком нам, в принципе, пока хватало. У нас была однокомнатная квартира. Набрать необходимую сумму на покупку квартиры молодой семье помог материнский капитал. Он составил около 400 тысяч рублей. Реализовать капитал под ипотеку оказалось непросто. Должны были совпасть многие условия, которые устроили бы банк. Мы искали различные пути, вплоть до нечестных обновления сертификата. Но нашелся вот такой вариант. В деле оказалось очень хорошим подспорьем. В общем, помогло закрыть ипотеку. Наверное, половину, 50%. Сертификат помог решить и проблему ремонта. На него пошли деньги, которые были отложены на покупку квартиры и высвободились. Влечена материнского капитала растет и сейчас составляет 429 408 рублей. Самое популярное его использование среди архангелогородцев на улучшение жилищных условий. На сегодняшний день частично или полностью у нас уже использовали материнский семейный капитал. 4 с лишним тысячи семей. И из них 3 тысячи – это погашение кредитов жилищных, ипотеки. Еще около тысячи – это приобретение, строительство и реконструкция жилья. Около 200 человек потратили эти деньги на образование детей. И 13 человек перевели эти деньги на накопительную часть будущей пенсии мамы. Всего в Архангельске с начала выдачи материнского капитала с 2007 года сертификаты получили почти 11 тысяч семей. 650 из них выдано только с начала этого года. Виктор Кузнецов, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Определены лауреаты национальной премии «Гражданская инициатива» в Архангельской области. По числу поданных заявок Поморье стала абсолютным рекордсменом за все время существования национальной премии. О церемонии награждения победителей в нашем следующем сюжете. За два месяца проведения конкурса со всей территории Поморья поступила 61 заявка для участия в 11 из 12 номинаций. Абсолютный рекорд и непростая задача для жюри в выборе победителей. Церемонию награждения лауреатов регионального этапа открывал председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. Тех людей, которых мы пригласили сюда, они зачастую не ждут награды. Они делают это сами, в своем микрорайоне, в своем какой-то профессиональной сфере. И люди решают актуальнейшие проблемы. Без энергии таких людей, их поддержки, усилия любого правительства будут просто бессмысленно, отметил почетный гость в церемонии губернатор Игорь Орлов. Мы всегда опираемся на неуспокойных людей, на их готовность с самыми минимальными ресурсами, своим движением внутренним и порывом изменить свой небольшой поселок, который почему-то считают умирающим. Или отремонтировать детскую площадку, или создать какой-то проект в области даже некого такого социального бизнеса. За каждой инициативой стоит конкретный человек или группа людей. Из 11 лауреатов конкурса победителем был признан и проект по занятиям лечебной физкультуры и танцами для незрячих – общественной организации инвалидов «Надежда». Приятно, конечно, когда ты узнаешь о том, что твой проект поддержан. Ты понимаешь социальную значимость твоего проекта и важность, и главное то, что органы власти, как правило, наши и области, и города, они признают вот эти твои идеи, твои начинания. Проекты победителей будут заявлены также на общероссийском конкурсе, результаты которого станут известны в декабре. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панорма Севера. Жители деревень Приморского района, которые расположены за рекой, беспокоят проблемы с переправой. В частности, неудовлетворительное состояние лестницы. Спускаться и подниматься с дополнительным грузом людям по ней очень трудно. Этой лестнице много лет. Когда-то это был временный вариант спуска. Конструкция построена взамен металлической лестницы, которая не соответствовала нормативу. Но у нас нет ничего постояннее, чем временное. Ступени покосились, осели и стерлись. Перила оказались на высоте, не соответствующей стандартному положению. Лестница плохая. Взрослому человеку, старому человеку по ней невозможно подниматься. Перила шатаются, постоянно ломаются. Просто вес взрослого человека, который опирается на эти перила, такая лестница не выдерживает. Глобальная проблема островитян – это отсутствие переправы. В начале мая теплоход «Тайнокурья» открыл навигацию. Через две недели без объявлений рейсы прекратились. Пришлось пользоваться услугами частников. В первое время переправа на лодке стоила 100 рублей. Затем цена снизилась в два раза. Переправляемся дико. Уехали на теплоходе, обратно добирались. Восемь человек в лодке, плюс газовый баллон. Страшно? А технику безопасности в этой лодке? Мы хорошо, мы сели и приехали. А где гарантия, что мы доедем и выйдем? На теплоходе мы садимся, мы покупаем билет. Это гарант того, что мы приедем и можем что-то предъявить. А когда мы едем на лодке, мы сами за себя отвечаем. По словам Андрея Короткова, директора «Флоры дизайн», 23 мая была проведена проверка рейсов теплохода «Тайна Курья» федеральным учреждением по контролю на речных перевозках и выявлены нарушения. В связи с чем и приостановлено движение теплохода. Хотелось бы отметить, что полномочия по организации данного маршрута относятся к правительству Архангельской области, в частности, агентству по транспорту Архангельской области. Предприятие в течение более двух месяцев обращалось по данному вопросу. По агентству со стороны, агентству не были приняты меры, то есть не был заключен договор ни с МБУ «Флоры дизайн» по осуществлению данного маршрута, ни с какими-то другими организациями. Хотелось бы извиниться перед жителями, что сложилась такая ситуация. На сегодняшний день, как я уже сказал, все устранено. И с завтрашнего дня, с четверга, теплоход пойдет согласно расписанию. У специалистов областной службы спасения появился новый пожарно-спасательный автомобиль. Он уникален своей надстройкой, которая изготовлена из промышленного пластика, имеющего повышенную прочность и жесткость. В итоге масса автомобиля уменьшилась, а места для оборудования стало больше. Техника появилась благодаря реализации долгосрочной целевой программы обеспечения пожарной безопасности в Архангельской области. На пожарно-спасательном авто установлена цистерна объемом 3000 литров. Это на 600 литров больше, чем у аналогов отечественных машин. В арсенале также пенобак на 200 литров, электрогенератор, мачто-освещение с двумя прожекторами и трехколесная лестница. Основные критерии, которые предъявляются к технике, это первое, чтобы она была проходима. Второе, чтобы она несла достаточное количество того оборудования, которое необходимо для применения. Спасатель имеет возможность комфортно разместиться, комфортно одевать или готовить оборудование, которое ему сейчас потребуется в данной ситуации. Этот многофункциональный автомобиль может использоваться в различных внештатных ситуациях. 31 мая – это повод для каждого курильщика хотя бы на один день отказаться от сигарет, поскольку в последний день мая отмечается Всемирный день без табака. Никотиновая зависимость – тяжелый недуг. Многие пытались бросить курить, и немногим это удалось. Сейчас существуют всевозможные способы и препараты, которые помогают справиться с этой вредной привычкой. Но главное – курящий человек должен сам для себя решить, что пора отказаться от сигарет. Александра Горелова узнала, какие способы бросить курить, советуют архангелогородцы. Книга Аллы Накара «Легкий способ бросить курить». Говорят, что люди, которые прочитали эту книгу, сразу бросают курить навсегда. А еще это зависит от человека. Если не хочешь курить, курить не будешь. Но у меня однокурсник курил, он вообще бросал, щелкал семечки. Потом он бросал и щелкал семечки, на них подсел. А так курить бросил. Есть пластырь, рекламируют таблетки. А больше не знаю, какие. Сила воли и желание бросить. Например, заняться каким-то увлечением, спортом. Бегать на лыжах, кататься, не знаю, на велосипеде. Но если ты хочешь бросить курить, ты просто выберешь и бросаешь курить. Это главное для себя же, бросить курить-то. Сейчас не модно курить. Гость сегодняшней темы дня – доцент кафедры психиатрии и клинической психологии СГМУ, кандидат психологических наук Ольга Харькова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какой все-таки самый эффективный способ бросить курить? Ну, самый эффективный способ бросить курить – это, наверное, желание. Собственное желание человека, то есть мотивационный аспект. Пока человек сам не захочет отказаться от употребления табачной продукции, к сожалению, ни врач, ни таблетки, ни лекарства, ни какие-то другие способы, психотерапия и так далее, они будут, скорее всего, малоэффективны. Поэтому вот собственное желание, наверное. А так, рекомендации для тех, кто самостоятельно хочет бросить курить, первое, что нужно сделать – это, конечно, назначить для себя дату, конкретную дату, когда бросить. Желательно, чтобы эта дата была не отсрочена, через год, через полтора года и так далее, а какая-то ближайшая. Может быть, эта дата приурочена к какому-то мероприятию, день рождения собственного, детей, внуков и так далее. И, соответственно, подготовить себя, и самое главное – подготовить ближайшее окружение, которое, ну, по сути, и будет способствовать, помогать в отказе от курения. Поддержка. Поддержка, да. Особенно если в окружении есть курящие, чтобы они как-то прятались от него, да, чтобы у него не возникало навязчивых желаний покурить, глядя на них. Безусловно, попытаться избавиться от атрибутики. Там, пепельницы, зажигалки, которые не будут лишний раз напоминать. Так же… Чтобы другого человека, да, убрать все. Да, да, совершенно верно. Так же, в случае, когда он все назначил дату, перестал курить, и возникает, все равно рано или поздно возникать будут мысли о том, чтобы покурить, эти мысли надо заменить чем-то. Там, прогулкой. Некоторые начинают грезь семечки, предположим. То есть, скажем так, заместить данный оральный инстинкт, да, какими-то другими… Другой зависимостью. Другой зависимостью, скажем. Ну, которая будет немножко социально приемлемой, скажем так, или не такой вредоносной, как табакокурение. Вот, наверное, самые-таки основные рекомендации, которые можно дать. Вы скажите, а проводились какие-то исследования, почему человек начинает курить, и какие причины вообще этому способствуют? Безусловно, исследований теней множества, как зарубежных, так и уже и отечественных, по поводу того, что уже все-таки способствует инициации или начало употребления табачной продукции. Но самый важный фактор, который не избежать, это социальный. То есть, если ребеночек рождается в курящей семье, где и мама, и папа курят, там, бабушки, дедушки, то есть все ближайшее окружение, соответственно, он будет социализироваться в это окружении и будет воспринимать табакокурение как норму. Обязательно. Как норму, как правило. То есть, мы не можем сказать, что в 100%, но, как правило, это будет восприниматься нормой. И, соответственно, когда он достигнет возраста, когда он будет чувствовать себя уже взрослым, скажем так, независимым, он будет что делать? Копировать поведение ближайшего своего социального окружения. Следующий фактор – это, наверное, биологический. То есть, бывают такие люди, которые начинают курить, но не становятся зависимыми. Это все зависит от индивидуальных особенностей. Есть люди, которые начинают курить, и больше никогда не продолжают. Почему? Потому что они не домогают, скажем так, от той интоксикации, которая обусловлена табакокурением. А есть люди, которые раз покурили, им хорошо. То есть, они сразу достигли того эйфорического эффекта, ради которого они вообще начинают. То есть, эти люди, скорее всего, и будут зависимыми. Им будет сложнее отказаться, и, может быть, им нужна будет помощь даже врача. В отличие от других групп населения. С 1 июня в России вступает очередная часть антитабачного закона. Я считаю, что такие жесткие запретительные меры, кроме раздражения у граждан и сопротивления, ничего не вызывают. Может, все-таки какие-то еще есть более эффективные методы способствовать, чтобы люди бросали курить? Ну, я думаю, что данный закон возник и вступает в силу, глядя, наверное, на наших зарубежных соседей по результативности действия таких вот запретительных мер. Понятно, что часть людей, особенно курильщиков, они будут против. Почему? Потому что у них есть зависимость, и не каждый готов и не хочет, скажем так, справляться с тем, что его есть, его это устраивает. Другая часть, которые либо хотят отказаться, либо не курят, они, конечно, я думаю, будут рады этому закону. Поэтому я думаю, что будет два лагеря мнений, но вот поживем, посмотрим, каково... С вами-то уже трудно бороться, скорее всего, надо с детей начинать. Ну, вот, наверное, самый большой плюс от этого закона – это оградить детей и подростков, которые еще не начали курить. То есть, скажем так, первичная профилактика. Ольга, спасибо большое. Пожалуйста. Напомню, гостем нашей сегодняшней рубрики была доцент кафедры психиатрии и клинической психологии СГМУ, кандидат психологических наук Ольга Харькова. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. В Архангельске продолжается активная работа по восстановлению дорожного полотна. Она проводится преимущественно в ночное время. За неделю было отремонтировано около 200 квадратных метров дорог. Работы по укладке асфальта прошли в округе Майская горка, а также на Ленинградском проспекте в районе улиц Павлоусова, Ильинская и Чкалова. Кроме того, проводится восстановление леерных ограждений. На острове Мудюк 28 мая волонтеры экологической организации ЭТОС выпустили на волю детеныша Нерпы Кольчатой. Напомню, в начале апреля истощенный тюлень был обнаружен местными жителями на льду реки в Маймаксе. Волонтеры эвакуировали животное, которому дали кличку Борис, и поселили его в специальном вольере. Когда детеныш прибавил в весе и окончательно окреп, решено было выпустить его в море. Густи северной длины морского зверя доставили на лодке. Он практически сразу нырнул в воду и уплыл. Юбилейную эмблему для архангельского водника выберут болельщики. В 2015 году команда отметит свое 90-летие. В канун этой знаменательной даты в ходе заседания рабочей группы было разработано несколько вариантов фирменного знака юбилея архангельского клуба. На официальном сайте команды Суперлиги «Водник» любой желающий может проголосовать за понравившуюся ему эмблему. Голосование будет проходить до 3 июня. Детская школа народных ремесел выпустила новое поколение умельцев на все руки. Свидетельство об окончании школы и присвоении высокого звания мастер сегодня получили 24 ученика. В течение трех лет ребята проходили три уровня подготовки. Подмастерье, мастерового и мастера. Чтобы достигнуть высшего звания, ученику необходимо было выполнить самый сложный вид работ по выбранному направлению. А их в школе 12. Среди них роспись и резьба по дереву, северное ткачество, северная вышивка, лоскутное шитье, резьба по кости. Я занимался художественной резьбой по кости. Звание мастера мне дает удовлетворение, показывает мои усилия, мой труд. Ты приходишь, ты делаешь, учишься, разговариваешь с людьми, общаешься, ты в коллективе. Я хочу сказать огромное спасибо всем предуговым за их трудолюбие и терпение по отношению к своим ученикам. Этот выпуск для школы юбилейный 20-й. Но на смену ему придет еще не одно поколение новых мастеров, способных продолжить традиции народных ремесел Северного края. Ведь сегодня в творческих мастерских школы Бурчевского народную культуру региона сохраняют более 500 архангелогородцев. У школьников начались долгожданные каникулы, а значит в парке аттракционов «Потешный двор» разгар сезона. О любимом развлечении юных архангелогородцев в материале Екатерина Грициенко. Даже не расставшись со школьной формой, они уже на каруселях. Еще бы, каникулы должны непременно начаться с заряда восторга и радости, то есть с похода в Потешный двор. Кажется, это многоцветие невозможно объять взглядом, но маленьким специалистам известны особенности каждого аттракциона. Мои любимые аттракционы – автодром, падающая звезда. Мой любимый аттракцион – падающая башня, потому что там очень весело и эмоционально. А в честь Дня защиты детей Потешный двор приготовил своим гостям особенные подарки. 31 мая в 12 часов в парке начнется программа «Тайна потерянной мелодии». А 1 июня в 12 часов ребятишек ждут «Чародей» и «Веселая кнопочка», чтобы всем вместе отправиться в Страну чудес. И это еще не все сюрпризы от Потешного двора. В новом сезоне произошли изменения в карточной системе. У нас появилось два новых вида карт. Это карта гостя с базовой ценой во все дни недели. И дисконтная карта, по которой можно кататься на аттракционах со скидками. Также владельцы дисконтных карт могут участвовать в акциях, конкурсах и бонусных программах, которые уже совсем скоро у нас стартуют в парке. Екатерина Грицыенко, Владимир Орлов, «Панорама Севера». 1 июня в Центре патриотического воспитания пройдет праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей. На уличной сцене вас ждут выступления детских творческих коллективов, игры и награждения архангельской команды победителей 13-х молодежных дельфийских игр. На телеканале ПС состоится онлайн-трансляция концерта. Начало мероприятия в 13 часов. 2 июня в 15.30 прямая трансляция пресс-конференции команды КВН «Поморы». Легко ли быть веселым и находчивым, и как ребята готовятся к полуфиналу телевизионной лиги? Об этом без купюр на телеканале ПС и в интернете на сайте правдосевера.ру в окне Ситивизор. Открой город вместе с телеканалом ПС. В Архангельске побывал представитель Международной ассоциации марафонов и пробегов Владимир Волков. Здесь он произвел официальное измерение трассы марафона «Гандвик» длиной 42 километра 195 метров. Так она получила международный сертификат. О значимости этого события нашей съемочной группе рассказал председатель клуба любителей бега «Гандвик» Сергей Сорокаумов. Это нам позволит сейчас на участников нашего марафона, на соревнованиях устанавливать, утверждать рекорды, звания и спортивные разряды. Может быть первого года и не будет такого наплыва, но вообще-то мы уверены, что это дает толчок тому, чтобы больше спортсменов приезжало и более высокого класса. Давайте напомним напоследок, какого числа состоится марафон. Марафон у нас состоится 28 июня 2014 года. Это предпоследняя суббота месяца, традиционно накануне Дня города. Далее в выпуске информация о курсе валют. По данным Центробанка на выходные, доллар США 34 рубля 74 копейки, евро 47 рублей 27 копеек. И у меня на сегодня все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова